9,8. Единственное, вот эту вот линию немножко надо было подшпатлевать. В оригинале 2 килограмма. Кажется тяжелым, но на самом деле 5 кг, да? Это пластик, нержаветь, ни мятин, ничего такого не будет на нем. Линия должна совпадать. Раз. Зазоры по выступам. Два. Фартук по линии. Три. Капот по зазорам. Ну и будет какой-нибудь интересный выезд. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, пацаны. Моим зеркалам все. Одно потеряно. Второе разломан крепеж. Где-то был разломан. Соответственно, наболталось. И вообще, таких больше не купить, не найти. Поэтому я на ebay. Смотрите, что мне прислали. Заказал новые зеркала. Какие большие регулируемые офигеть. Прикручу это дело. Правда, железные. Вот это да. Вот это зеркало. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, пацаны. По разным магазинам я искал, с чем можно пополировать хром. Это как бы не реклама производителя. Это просто то, что я нашел. И что хорошо работает. Кухонный полировщик для хрома. Немецкий. Вот какой-то фирмы. Даже почитать не могу правильно. Dursal что ли? Dursal Fabric. Кухонный для хрома. У нас в некоторых автомобильных магазинах, кстати, она продается. Именно автомобильных. Если у кого-то нету такого, я что-то подумал. Давайте я вам подарю таких. Куплю несколько. То есть, кому конкретно надо. Ну, там, пять штучек. Пять штучек. Подарю пять таких тюбиков, чтобы поучаствовать в розыгрыше. Не надо ничего особо делать. Хотите, можете просто поделиться моим видео. Я буду благодарен. В идеале быть подписчиком. И просто в комментах к этому видео первым пяти, разным людям, понятно, то есть, пишите, не знаю, напишите тюбик, просто тюбик. Или хром, или тюбик. Я пойму. Первым пяти, кто напишет, вот прям подряд. Я свяжусь. Как? А как я свяжусь? А вы мне напишите в инстаграме тогда. Да, я вам напишу под видео, что типа, короче, выиграл. А вы зайдете ко мне в инстаграм. В инстаграме мы спишемся, и я вам отправлю такой тюбик для полировки хрома. Куплю таких пять штучек, и вам отправлю. Если у вас нет. А если есть, нефиг вообще. Дайте другим. Вот, а зацените, как он работает. Смотрите, как он работает. Так, вот смотрите. Вот у меня... Ну, это, кстати, чистый. Я его не так давно чистил. Вот здесь налет, мошкара. Даже если есть какие-то ржавые точечки. Здесь нет, у меня все очищено. Но, в целом, вот смотрите. То есть, берем капельку вот этой пасты. Вот здесь кусочек вот этой почищу. Вот, теперь сюда подробненько сняла. Тереть можно сколько угодно, да посильнее. Можно тереть. Чем дольше третий, тем лучше. Третий, 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 третий. Там всякая гадость отваливается. Даже какие-то кусочки старой краски. Комарьё. Ржавчинка, если там выступает. Потому что хром так или иначе пробивается. Камнями встречными. Из микроточечек ползет ржавчина. То есть, он снимает всю ржавчину. Ну, очищает, как бы, соответственно, на время воском. То есть, восковый состав, который на базе, который он сделан, он забивает эти микро дырочки, трещинки. Ну, и на сезон вы с красивым бампером. Вот чисто кусок, смотрите, я заполировал. Ну, нет, видно. Вот прям полосой даже видно. Поймаешь ты эту полосу? Блин, ребят, тут вообще, на самом деле, гляньте сюда. То есть, учитывая, что пластиковые крылья, пластиковый фартук самодельный и зазоры, здесь, правда, петельки у меня теперь нету. То есть, ее надо будет однажды сделать, но, как бы, здесь держится все очень крепко. То есть, ну, если сильно давить сюда, понятно, я прогибаю. В оригинале здесь просто упор, но даже с отсутствием... Какая краска проликла? С отсутствием упора, во-первых, само крыло более-менее совпадает. Понятно, его точили, как бы, чуть-чуть здесь зазорчики. Но в целом, то есть, если прям впритык не вглядываться, очень-очень даже на 4 с минусом. Морда собрана. Я всем доволен. Я ставил временно старый капот. Он белый, потому что его перегрунтовывали. Он нужен был... Нужна была идеальная форма, чтобы он прям вот весь идеальный, идеальный. Все выточилось заново. Так как по нему делался слепок. Делался слепок капота из карбон-кевлара. Капот, наконец-то, готов, чему я очень рад и вам его показываю. Смотрите, вот он, капот. Лицевая часть. То есть, все. Точная копия. По точно оригинальному капоту скопирована. Смотрите, изнутри. То есть, здесь две части. Он склеен, сделана тоже копия из слепок обратной стороны москвичевского капота. Здесь... Ну, все одинаково. Все одинаково. Туда вклеена пластина из карбона. В нее вклеены болты. Под крепеж капота они немножко играют, чтобы была возможность регулировки. Сюда тоже вклеена пластина с гайкой под крючок. И в серединку я переставлю просто то место, куда вставляется ножка, которая стопорит капот. Так, и самое интересное, ребят, самое интересное. Вот чисто даже визуально. Смотрите, я вам сейчас покажу. Попробуйте, можете со своим капотом так сделать. Так, смогу ли я сделать одной рукой так? Наверное, не смогу нифига. Нет, все-таки для одной руки тяжело. Но вот думя. Это капот полностью готовый от москвича. Вес его. Пойдемте... А, мы уже его... Ха-ха, сейчас, пацаны, давайте. Ваша любимая. Так, ребята, 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 ребята. Вес капота. Опа. Ноль. То есть, его не мерят капот. Ой, блин, капот весы, потому что он меньше 5 килограмм. Ну и смотрите. Сладость для ваших глаз. Меряем вес. Сейчас спалю свой вес. 72,7. Это в полном обмундировании. Так, а с капотом? 77. Я забыл, сколько там было. 72,7. 77,3. Ну вот и вы читаете теперь. 77,2 минус 72,9. 4,3. 4,3 килограмма. И 15,8 было. Изначально. Так. На 11,5 килограмм. В общем, с крыльев, с капота, с фартука, со всего 20 килограмм точно минусом. И это нормально. Это нормально, это точно будет толк, потому что морда не просто легче становится, а развесовка. То есть, идет развесовка, переносится немножечко на заднюю колею. То есть, я не знаю, правда, как это еще на динамике отразится, но это мы сейчас проверим. Короче, ребята. Все, я всем доволен. Морда собрана, осталось покрасить. Денег нет, но они когда-то будут. Можно будет заработать. И все более-менее хорошо. Я доволен. В целом, почти на пятерочку. Есть не снисхождение, но все регулируется. Плюс, все-таки это пластик. Это вообще карбон кевлар, как вы уже поняли. Стоит вообще каких-то нереальных денег, на самом деле, дорого. То есть, материал очень дорогой. То есть, как я понял, только по материалу, только по материалу, на изготовление вот этого капота ушло 700 евро. Того, кто делал. То есть, дорого, реально. Ну, представьте, я не знаю даже, сколько это будет стоить, если это продавать вот так вот клиенту. К клиенту, но тема дорогая. Конечно, толк от нее крутой, я даже не представляю. Представьте, если сделать весь москвич, то есть, все навесное, то есть, двери, крышу же можно тоже срезать. И сделать просто весь этот пласт из карбон кевлара. На жесткость также уложить аккуратненько. И покрасить, то есть, панели дверей. То есть, его можно весь облегчить так, что, ну, тут больше сотни снять. То есть, его можно сделать там каких-нибудь 800 килограмм. То есть, он будет пулять с этим мотором просто как вообще ракета. Вот, так что, с капотом понятно, зазоры все выставляются, регулировать несложно. Ну, ты уже, то есть, по факту здесь двигается, тем более, ну, москвич здесь, ну, плюс-минус. Ну, как бы, мизинец не лезет ни тут, ни там. Это нормально в целом. Так что, осталось покрасить. Все, и будет в оригинале, и облегчена морда на 20 килограмм. Миссия почти выполнена. Сейчас надо затестить это дело на улицах ночного города. Так что, перемещаемся на рейс. Так, пацаны, полный город, полиция. Кишмя кишит. Выехали в город весь день. Не то, что весь день, всю неделю дожди льют. Сейчас немножечко подсушило, хоть как-то. Ну, надеюсь, что-нибудь интересное для вас сегодня найдемся. Тере-тере. О, куилус верф. Я муль... Моя первая, да. Я велит? Да. О! Ё-моё, у меня сейчас... Из ушей кровь пойдет. Да ладно. Я не могу. Это пугай я, но не могу. Я не могу. Я не могу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Опача! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сейчас какая-то крутая тайна сделает. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так, ребят, на улице пошел дождь, зацеп абсолютно нету, делать нечего. Все уже по домам разбежались, так что отсниму для вас в ближайшем будущем нормальные дневные светлые серии, чтобы было интересно. Так что, ребят, если вам нравятся мои видео, обязательно подписывайтесь, кто не написался, потому что алгоритмы, там все дела, в рекомендации так намного эффективнее выходят мои видео. Так что с вас лайки, подписки. И скоро несколько видео будет в мои руки, должны попасть пару уникальных машин. Так что, ребят, следите за новыми видео. Будет вообще бомбезно. И даже не буду сейчас вам спойлерить. Очень уникальных вот прям грядут две машины. Параллельно я пока позанимаюсь москвичом, покрашу его, потому что капот, он хоть и крутой, хоть и карбоновый, но выделяется, как какая-то древидень на нем. Сейчас непонятно, если спрашивают, что это, что это. Говорят, карбоновый, карбоновый. А, ничего себе, нифига себе. Но вид должен быть оригинальный все-таки. Мне вот так не нравится, то есть я хочу перекрасить. Вот в целом-то неплохо. В целом неплохо. Он прикольный, он легкий, вы уже видели. То есть сверхлегкий. Вообще, то есть, круто, круто, круто. Давайте я вам покажу еще раз. Внутреннюю часть. Он отщелкивается вообще просто, смотрите, шикарно. Шпоникс. Прям чувствуется легкость. Просто вот пыкся. Все повторено просто. Все рамы жесткости, все прикольно вообще. Класс, 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 класс. Петлю я еще не сделал, потому что я его только поставил, как вы видели. Вот такой вот он. Вот здесь подшлифовать надо, ну, под покраску пойдет. Так вот интересный. Все, как надо. Прикольно. Мне нравится, я доволен. Штука крутая. Вот. Все, ребят. На сегодня накатались. Сегодня мы накатались, пацаны. Так что до новых встреч. Не нарушайте. И удачи вам на дорогах. Все, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова